А природа дарила женщинам свое тепло. Наслаждаясь удивительно весенней погодой, они собирались перед входом в зимний театр, а уже внутри расцветали, как сама природа. Всегда в зимнем театре гости встречают администраторы зала, сосредоточенные и максимально внимательные. Работа есть работа, здесь необходимо помочь посетителям найти место в зале, но они тоже женщины, и праздник сегодня чувствовался и в их сердцах. В театр, когда приходит посетитель, это здорово, когда обслуживающий персонал веселый, красиво одет, ухожен под респоту. Это немаловажно. Немаловажно, когда уделяют внимание. А внимания сегодня было много, но в первую очередь женщинам-фронтовичкам. В год 70-летия Победы все праздничные мероприятия проводятся через призму тех лет, когда юные девчонки встали в один строй с воинами-защитниками. Раисе Савельевне Кухаревой было тогда 15 лет. За героизм и мужество она была награждена Орденом за освобождение Кавказа и Крыма. Работала я в полевом прачечном отряде. А потом при штабе фронта отдельной приморской армии, когда уже в Крым вошли, там стала отдельная приморская армия, я перешла в штаб фронта и работала просто санитаркой. Глава города Анатолий Пахомов от имени всех мужчин курортного Сочи поздравил в лице присутствующих дам всех женщин и восхитился активностью женщин серебряного возраста. Какие замечательные наши женщины серебряного возраста. Как красиво они сегодня гуляют, сидят на лавочках. Это здорово. Уверен в том, что возможности, которые мы сегодня создаем, а это и хоровые игры, это и возможность принимать участие во многих событийных мероприятиях, которые проходят в нашем городе, дают возможность развиваться и быть занятым, быть увлеченным и быть счастливым. Есть счастье слово, да? А есть женское счастье. Нет мужского счастья почему-то. Есть женское счастье. Так я вот задумался, что же такое женское счастье. Вы знаете, пошел к такому выводу. Когда любовь и судьба совпадают, это и есть женское счастье. С праздником вас! Всего самого доброго! По традиции артисты сочинской филармонии дарили женщинам свои музыкальные подарки, тем самым создавали прекрасное настроение перед весенним праздником. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.